В Некрасовском стартовал районный конкурс «Воспитатель года». Первый заочный этап конкурса представлял собой оценку экспертной комиссии методических работ по выбранной теме. На втором участницы презентовали себя. Кто же в этом году станет самым-самым среди педагогов-дошкольников, пыталась угадать наша съемочная группа. Самопрезентации участниц проходили в детском саду «Солнышко». Конкурсанток в этом году всего трое, но зато общая география конкурса от Левашова до Вятского. Музыкальный руководитель из детского сада «Селовятская» Ольга Филимонова считает, что основой духовно-нравственного воспитания малышей в современном мире должна быть сказка, которая помогает ребенку прикоснуться к чуду, познакомиться с фольклорными традициями своего народа. Ставку на перевоплощение, театрализацию делает и другая участница конкурса «Воспитатель Солнышко» Ольга Носкова. Благо в этом детском саду создаются все условия для такой работы. И яркая иллюстрация этого – творческий рост фольклорного коллектива «Ладушки» Татьяны Муравьевой. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Третья участница конкурса «Логопед» из Левашовского родничка Ирина Лепкова представила на конкурс работу по развитию речи детей с использованием картинок. Презентации проходили интерактивно. Участницы конкурса и группы поддержки включались в работу коллег и с удовольствием набирались опыта. После первого этапа лидером была Ольга Носкова. После второго – Ирина Лепкова. Впереди еще два тура конкурса. Так что все может измениться. Болейте со своих. Спасибо вам большое. Действительно, каждый из вас достоин. Но, к сожалению, вот конкурс есть конкурс. Нам нужно что-то оценить, сравнить. Спасибо. 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 Продолжение следует...